Иначе как бы получится голимый плейсмот. Да, на самом деле получается, что это мой 10-й или 11-й JL Days, и из них я, по-моему, первый раз на сцене в качестве докладчика. Забавное ощущение. Начиналось все это с, наверное, маленького зальчика в люксофте, где было примерно 20 человек. А теперь уже офигеть какая конференция. Ну, правда, мы тут вспоминали вчера с ребятами, типа, кто из этих 20 человек до сих пор проживает в Российской Федерации, выяснилось, что меньше половины. Не знаю даже, как это характеризовать. Че? Ну что, я так понимаю, что большая часть народа уже разошлась. Когда там начинать-то? Через минуту. Так. Не, ну, как бы сказать, я понимаю, что только самые упорные, жаждущие знаний готовы слушать про всякие инженерные штуки. Вот это сплошное менеджмент, короче. Вот это все. Как правильно солить agile. Ну, это нормально, потому что, как бы, я понимаю, время, когда я посмотрел на расписание и подумал, что, наверное, только очень крепкие люди доживут. Что ж. Итак, Олег Курдюков, он уже сам представится. Отлично. Ну, собственно говоря, да, зовут меня Курдюков Олег. Я в данном случае представляю компанию United Traders и буду вам рассказывать о том, как мы делали у себя в компании наш continuous delivery, к чему мы пришли и куда мы пойдем с этим дальше. Значит, начну с рассказа того, что такое United Traders. United Traders это брокер, то есть это компания, которая является посредником между трейдером, который сидит у себя дома или в офисе, скажем, в Москве или в Киеве или в Новосибирске и биржей, которая в нашем случае в основном нью-йоркская биржа. Почти все наши клиенты в основном работают с нью-йоркской биржей. Значит, при этом мы делаем свою собственную платформу. Значит, платформа это вот тот набор софта, который находится между человеком с его экраном, который совершает сделки, да, и биржей, которая находится вот в городе Нью-Йорк на Манхэттене. Ну, или, соответственно, биржей, которая находится в городе Чикаго, там, не знаю, в каком районе Чикаго, или там московской биржей с дата-центром в районе Тубровки. Значит, своя разработка, значит, мы сами же занимаемся эксплуатацией того, чего мы делаем. И эксплуатация эта должна допускать оптайм 24 на 5, потому что в выходные биржи не работают, а, соответственно, в 5 рабочих дней работают все биржи, ну, примерно круглосуточно. Да, самая для нас продолжительная по работе биржа – это Чикагская биржа, она работает почти круглосуточно, у них всего 5 минут перерыва во всем, значит, во всем 24-часовом цикле. Собственно говоря, надо бы рассказать про то, что мы начали делать микросервисы до того, как это стало трендом, и это было обусловлено простой вещью, потому что вот этот комплекс софта, о котором я говорил, это, в общем-то, компоненты, которые довольно естественным образом делятся по бизнес-функциям, и поэтому делать их в форме микросервисов, да, вот этот отвечает за поставку данных, вот этот отвечает за риски, вот этот отвечает за расчет результатов, а этот, не знаю, вообще за регистрацию пользователя, это как бы выглядит для нашей задачи достаточно естественным и совершенно непротиворечивым делом. И, собственно говоря, разработка тоже как-то так исторически сложилась, что часть софта была изначально написана на джаве и эксплуатируется под линуксом, и, соответственно, команда джавистов, и другая часть софта, соответственно, написана на C-шарпе, эксплуатируется под виндой, как бы, превосхищая вопрос по поводу датнеткора и всех современных тенденций микрософта, но ответ нет, как бы, на датнеткоре мы не живем и жить в ближайшее время по поведениюсти не будем. Поэтому Windows. И, собственно говоря, еще одна вещь, которая тоже характерна для всех наших вот этих сервисов, да, это то, что если у нас в сервисе есть какое-то хранилище информации, то база данных лежит рядом. То есть, как бы, один сервис, одна база. Сама система, соответственно, размазана по миру. То есть, серверов в системе в настоящий момент, ну, какие-то там десятки, я точно не помню сколько, и они физически расположены в Нью-Йорке, Далласе, Амстердаме, Люксембурге, Москве. Наверное, может быть, уже появились где-нибудь еще, но, в общем-то, это такая географически сильно распределенная история. И в этой истории, что очень важно, мы фактически арендуем железо у сторонних провайдеров. Это не облака модные, это не АВС, не Digital Ocean, ничего такого, это прям вот аренда барметала. Как бы, соответственно, поскольку две технологии, две платформы, значит, у нас есть две команды, и у нас, соответственно, есть, самое важное, есть два разных цикла поставки. Значит, два разных цикла поставки связаны с тем, что компоненты носят разный характер, и некоторые компоненты можно катить хоть каждые пять минут, некоторые компоненты, с некоторыми компонентами так поступать нельзя, есть вот это вот пятиминутное окно, в которое, значит, нужно все быстренько закатить, как бы, и вот, так сказать, уложиться в него. Да, значит, собственно говоря, обычно, когда говорят про continuous delivery, особенно про continuous deployment, на самом деле говорят про вебчик. Ну, то есть, как бы, пришли клиенты, ну, там, типа, 100 клиентов не получило свою страничку, ну, ничего страшного. Ну, для нас это страшно, потому что часто, не знаю, перезапуск некоторых компонентов, это значит, что трейдеры просто сидят и курят, как бы, и смотрят в экран грустно, значит, и там вот оно вот готовится, поднимается, доставляется, как бы, и ничего не происходит для пользователя. А для него это, в общем-то, вот там, потенциально только что потерянные деньги. Значит, соответственно, вот эти пять минут, это вот прям проблема, одна из проблем, которую нужно решать. Ну, и, собственно говоря, еще одной особенностью нашей системы является то, что часто мы не можем провести полный регресс системы. Ну, потому что, как бы, например, для того, чтобы, там, проверить определенный вид заявок, которые должны отправляться в Нью-Йоркскую биржу, ничего, кроме как отправить заявки в Нью-Йоркскую биржу, вы не можете. А если, соответственно, это, там, заявки на, скажем, 5 миллионов долларов, ну, потому что вот они такие, как бы, то, ну, как-то странно, у нас не всегда находится лишние 5 миллионов долларов. И поэтому, соответственно, ограничения и требования к аккуратности кодированию у нас тоже, в общем-то, не слабы. Значит, таким образом получается, что надо нам соблюдать следующие, выполнить следующие задачи, да? Соблюдение СЛА, некоторые компоненты хоть каждые 5 минут, некоторые 5 минут в день, да? Соответственно, 5 минут в день, это значит, что нам нужно быстро устанавливать, и поскольку мы не все можем быстро протестировать, быстро откатывать, если что-то пошло не так. Ну, мы, как правило, быстро узнаем, что что-то идет не так, теперь надо предпринять какие-то полезные действия. Значит, важно много компонентов, много связей, в зависимости важно не терять. Ну, чтобы не получалось так, что вы там компонент А обновили, он зависит от компонента Б, и теперь Б там работает неправильно, или не взлетает, или еще что-нибудь, как бы, и зависимости становятся существенными. Значит, поскольку не все баги находятся в продакшене и фиксятся в моменте, часто нам нужно подождать, пока там, не знаю, у нас у команды образуется время на фиксинг багов, и поэтому иногда приходится вспоминать, что где стояло, не сейчас, а месяц назад. Потому что тогда вы можете сказать, ага, вот эта версия, вот эта версия, вот эта версия, понятно, чиним. Значит, и, собственно говоря, там, опять же, мы начали делать DevOps до того, как это начало называться DevOps, да, у нас, как бы, каждый член команды должен быть, должен быть в состоянии разобраться с тем, что происходит в системе, как она установлена, на каких серверах, где какие компоненты, с какими настройками, там, все вот это вот. Вот. Ну, поскольку сначала мы начали, естественным образом, с прототипа, как и все, наверное, начинающие бизнесы, то, как бы, мы собрали все привычные для прототипов истории, да, то есть, как бы, эгигей, нужно больше фич, как бы, соответственно, катимся, как есть, особо не тестируем, как бы, собираем на машинах разработчика, никакого континьюс интегрэйшена, там, по минимуму юнитестов, потому что там эгигей, и, собственно говоря, подход, который был выбран на этот момент, он был простой, ставим все сразу, да, нам сложно бороться с зависимостями, там, что с чем совместимо, что с чем несовместимо, да хрен его знает, короче, катимся всегда. Ну, в принципе, как бы, прототип, такой прототип, оно даже работало. Значит, относительно наших задач получается примерно такая история, что SLA, естественно, никакой не соблюдается, да, потому что, там, не знаю, там, в середине торгового дня выкатили что-то, ой, все развалилось, короче, откатили назад, там, не знаю, что-нибудь такое рассказали, значит, клиентам, что, вы знаете, такое дело. Значит, устанавливать, теперь получается быстро, на самом деле, потому что, ну, как бы, собранные бинарники, вот они лежат, зашел по RDP, или, там, зашел по SSH, закинул, запустил, работает. Значит, откатываться быстро уже не получается, потому что, либо вы объясняете всем, что они должны быть аккуратны, класть бинарники рядом, там, билд-миграции, вот, ну, либо этого просто не происходит, и в какой-то момент, значит, выясняется, что баг мы откатом починить не можем, поэтому придется сейчас чинить на живую в коде. Это, конечно, печально, но это так бывает. Значит, соответственно, что где стояло, не помним, потому что никаких артефактов, как таковых, нет, никаких репозиторий не сохраняется, в лучшем случае в GT, наверное, по истории мы что-нибудь можем поднять потом. Ну, и, собственно говоря, разобраться может каждый, потому что все там, команда маленькая, все с другим все время общаются, все понятно. Значит, собственно говоря, как я сказал, собранность требуется чудовищная, то есть, как бы, вот, все нужно очень аккуратно делать. Значит, серьезные баги на прозе, ну, как бы, так сказать, пользователи нам до определенной степени прощают, они дико лояльны, потому что мы им давали в тот момент там условия, которые других инструкторов не все равно не получили бы, но, как бы, постоянные баги на прозе, это все ужасно, как бы, напрягает. Да, и, соответственно, команда фактически работает, ну, вот, в тот момент она работала, тогда же, когда работала биржа, там. Биржа открылась в 16.30 по Москве, как бы, все сидят, значит, если что, то там все побежали. Там закрылось в полночь, как бы, все выдохнули, разошлись. Значит, соответственно, ну, как бы, что мы с этого, естественным образом, получили? Да, масштабирования в такой системе нет никакого. Ну, так сказать, откуда будем взяться? Значит, соответственно, в выгорании команды, ну, бывало такие моменты, что, там, человек просто, там, не знаю, сказал, что все, я, наверное, пошел и неделю, короче, поболею. Как бы, это все очень печально, но, с другой стороны, все понимают, что он, там, типа, там, три недели, как бы, прот зубами держал, как бы, и поэтому, значит, наверное, его надо отпустить, а то он, как бы, совсем свалит. Значит, ну, и клиенты, как я и сказал, были в этот момент только суперлояльные, которые прям вот очень нас любят, потому что мы им там даем условия. Ну, как бы, так сказать, все это, конечно, ужасно, 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 но, с другой стороны, ну, смотрите, с этим можно взлететь, на самом деле, и какую-то клиентскую базу набрать, с этим можно работать. Да, это, конечно, дико противоречит всевозможнейшим вещам про инженерные практики, про agile, про любовь к пользователям, о котором тут много рассказывают, но это работает. И иногда это вполне себе работает так, что, в общем, ну, взлететь можно, жить так нельзя. Соответственно, что мы сделали дальше? Ну, дальше пошла, естественным образом, как бы, более-менее, там, вал фич спал, начались все эти штуки, которые, там, связаны с инженерными практиками, к которым все так привыкли, там. Возникли юнитесты, установился continuous integration, для баз данных возникли миграции, автотесты запускаться начали, опять же, в этом continuous integration, да. Значит, возникли средства установки, о которых я говорил вначале, да, что, как бы, ну, раньше руками просто копировали, да, возникли какие-никакие средства установки. Они были устроены очень примитивно. Мы просто, так сказать, питоном ходили на сервер сборок, соответственно, брали артефакт, клали, запускали, как бы, ну, и, в принципе, на самом деле, опять же, это работало. Значит, по-прежнему с нами остается полное обновление, и, как бы, появился, появляется мониторинг в виде забикса, который позволяет нам хотя бы узнавать, когда проблема на проде до того, как пользователь нам уже там обрывает телефон, как бы, так сказать, мы об этом знаем, в общем-то, заранее. С этого мы собрали, естественным образом, грабли. Значит, грабля номер один, который там, на самом деле, для меня оказался самой неочевидной, да, это история о том, что практика показала, что если вы берете код, который у вас уже работает, и вы пытаетесь его рефакторить, а не тестов у вас нет, то, оказывается, дороже, чем его переписать. Поэтому, возможно, что, как бы, так сказать, если вы столкнитесь с ситуацией, когда нам достался legacy проект, или вы сами такой проект породили по причине, значит, быстрого прототипа, то, возможно, что, так сказать, стоит задуматься именно о таком подходе. Мы так не сделали, и это, как бы, нам стоило какого-то количества времени, жизни и какого-то количества нервов. Значит, соответственно, опять же, с миграциями, то есть с структурами в базах, история точно такая же. Как бы, если вы сразу это не сделали, то, как бы, потом вы будете страдать от этого. И, значит, интеграционные тесты со всей этой историей мы пытались несколько раз внедрить, там было несколько подходов и попыток, как бы, не взлетели, и они не взлетели, в принципе, до сих пор. Там уже много времени прошло, много инженерных усилий было вложено. Значит, собственно говоря, в результате всех этих, значит, замечательных преобразований мы получили следующую историю. Значит, SLA мы начали соблюдать. Действительно, оно, как бы, соблюдается, выкатывается вовремя. Значит, устанавливаем быстро, откатываем все быстро, потому что есть скрипты, которые позволяют это быстро делать. Мы сразу об этом думали, когда делали эти скрипты. Значит, зависимости, в принципе, по-прежнему не теряем. По-прежнему катим все сразу. Ну, как бы, если не надо обновлять что-то, значит, просто не обновляем. Ну, в принципе, все и сразу. Что где стоит, не помним, потому что, так сказать, как бы, вызов из скриптов этот человек зашел на сервер, нажал там кнопку, как бы, когда он там зашел, когда он нажал, ну, в принципе, в чатике можно установить историю, но это не очень надежный способ. Ну, и, собственно говоря, разобраться по-прежнему может каждый, потому что, так сказать, написание всей этой наколеночной типа автоматизации, оно происходило, значит, руками всех участников. Ну, что ж, что получаем? Как бы на Windows и на Linux оно на самом деле работает. Да, то есть мы нашу гидрогеновую среду вполне себе эксплуатируем. На все вообще вот это, связанное с автоматизацией, вот этим всем, ну, было потрачено, например, где-то 200 человек в неделю, ну, может, 3 человека в неделю, сейчас уже, конечно, не вспомню точно, но довольно мало, на мой взгляд. Значит, и, в общем-то, 80% задач, которые были там, они, в общем-то, выполнены. То есть, казалось бы, что, ну, вроде успех, да? Ну, как бы вот не совсем, потому что дальше начинают выясняться следующие вещи. Значит, нам нужно масштабироваться, вносить новый хост в среду. Как это делать? Ну, как, арендуем машину, там стоит Windows или там Linux, как бы, соответственно, заходит туда там админ или разработчик и начинает по длинной-длинной-длинной инструкции что-то такое делать. Главное, чтобы он не ошибался, потому что если он ошибается, то начинаются проблемы. Ну, вот одна из проблем, то есть, опять же, вот прям история с прода. Человек, разворачивая по инструкции, ошибся, в одном месте галочку не поставил, в результате сервера взломали примерно за сутки. Ну, пришел, как обычно, робот, перебрал пароли, взломал сервер, понаставил туда рут китов, как бы. Ну, и, собственно, все, что мы смогли сделать, это просто, как бы, отформатировать диск на этом сервере. Ну, как бы, слава богу, что на этом сервере ничего по-настоящему важного не было. Ну, так бывает. Соответственно, вот безопасность в развертывании скриптов оказалась очень-очень критической историей, при том, что, в общем-то, ну, казалось бы, инструкция, казалось бы, люди, в общем-то, должны просто ее выполнять. Значит, у нас, соответственно, в результате, опять же, этой всей истории, эти скрипты надо кому-то поддерживать, если поддерживать некому, то есть, там, вот скрипт, например, там, первая версия скрипта написал я сам, да, но у меня не всегда есть время, я все-таки технический директор, у меня не всегда есть время это поддерживать, да, а другой человек залезет, питон, а он C-Sharp разработчик, ну что он будет делать, непонятно. Плохо. И, собственно говоря, последний момент в этом же тоже плохом, это то, что мы сложные зависимости поддерживать не умеем, потому что количество компонентов в системе росло, сейчас, наверное, микросервисов штук 30, и, грубо говоря, при среднестатистическом релизе из этих 30 надо потрогать 3. И зачем все катить-то? Это, как видите, рестарты, тяжелая история, в общем, не надо так делать. Ну и, собственно говоря, тогда мы переходим к continuous delivery, который, собственно говоря, у нас работает в настоящий момент. Технически это выглядит примерно так. Во-первых, мы ввели понятие артефакта. И есть артефакт для Windows, артефакт для Windows систем, артефакт для Linux систем. Соответственно, в мире Java артефакт в Mavin, Mavin артефакт, соответственно, для WinD это Nouget артефакт. Там, наверное, вы в курсе, что такое Nouget. Я надеюсь. Значит, соответственно, и вся эта история хранится в едином репозиторе артефактов, в системе Nexus. Она бесплатная. И, в общем-то, она стала адекватной для решаемой задачи, к сожалению, всего лишь два месяца назад. Как бы до этого просто технической возможности, так легко все делать не было. Значит, катится все при помощи Ansible. Значит, скажите, а из присутствующих кто-то знает, что такое Ansible? О, класс. Мы перед этим пробовали жить с Salt. Из этого ничего не вышло. Потому что масса ограничений, которые мы из этого получили, как бы не дали нам возможности ничего разумного сделать. Ansible получилось. У нас один playbook, который катит всю систему. Причем катит как test, так и prod. И, соответственно, пишется единообразно и тестируется единообразно. И для того, чтобы у нас не все разработчики, не вся команда имели, грубо говоря, креденции от прода, соответственно, раскатка на боевые сервера у нас защищена семафором. Это такая, в общем. Это Ansible Tower для бедных, который, в общем-то, написан на гон, а в целом вы можете его использовать для того, чтобы выполнять типичные задачи, которые у нас. То есть, как бы, у нас типичные задачи такие. Либо continuous integration что-то собрал, запушил артефакт, а теперь надо раскатить кусок прода. Либо при, не знаю, каких-то манипуляциях наших или внешнего мира у нас что-то пошло не так, и нам нужно срочно что-нибудь перенакатить. Или, не знаю, срочно сделать какую-нибудь манипуляцию, типа, не знаю, выключить два VPN, включить два VPN. Если это сложная операция, в которой человек может ошибиться, то мы это автоматизируем за счет Ansible, и в семафоре появляется кнопочка, типа, сделать дело. Значит, что мы с этого получили? В принципе, получили уже выполнение всех пунктов. То есть, SLA соблюдается, устанавливается все быстро, откатывается быстро, зависимость у нас находится в плейбуках, и мы их не теряем. Что, где, когда тоже не теряется, потому что вся эта Ansible история хранится в Git, и, соответственно, только из Git происходит какие-то манипуляции, никто с рабочих машин, если это не суперэкстренная ситуация, никто ничего не делает. И, собственно говоря, разобраться по-прежнему может каждый. Практика показала, что часовой тренинг для всей команды по тому, как устроены основы Ansible, позволяют, в общем-то, всем это дело эксплуатировать, и, грубо говоря, pull-requests на наши репозитории с плейбуками у нас делают все, по-моему. Ну, то есть, сейчас я не могу точно сказать, но, скорее всего, почти все люди, которые так или иначе имеют отношение к разработке, хотя бы один раз до какой-нибудь pull-requests туда отправляли. Исправляли конфиги, отправляли там последовательность действия, которые нужно делать, и это все работает. Никакого особенного усилия не требует. Собственно говоря, ну, казалось бы, на этом можно, наверное, успокоиться, да, и сказать, что, ну, что, все замечательно, как бы, все же хорошо. Ну, как бы, не совсем, потому что, опять же, возвращаемся к бизнесу, и получается так, что у нас, во-первых, есть вот continuous deployment наш, да, и вот все инженерные ребята говорят, что надо бы сделать, чтобы был вот continuous delivery, да, вот когда, значит, фичи сделаны, сразу на протозакачиваем. Ну, вроде классно, но тут сразу возникает такой немаловажный вопрос, который возник у заказчика. А вопрос такой, а вот как мы пользователям-то будем говорить о том, что новые фичи появляются? То есть, все-таки у нас пользовательский продукт, опять же, не сайтик, там, терминал, его надо ставить на компьютер, запускать, что-то делать. Пока мы не знаем ответ на этот вопрос, но, скорее всего, мы придем к тому, что у нас будет часть систем деплоиться по-фичному, часть систем будут деплоиться релизы, маркетинг, объявления, какие-то, значит, активности, чтобы пользователи качали. Хотя, на самом деле, у них особенного выбора, качать или не качать, нет. Потому что, если мы скажем, что, ребята, вы все качаете, значит, они все скачают, потому что мы сказали. Значит, соответственно, с сложными зависимостями мы тоже регулярно напарываемся на проблемы, что если у вас, опять же, много компонентов, как у нас, и у них сложные нетривиальные зависимости, иногда бывает так, что люди ошибаются, и зависимости все-таки нарушаются, и тогда получается довольно глупая история. Катим на прот. Ой, блин, взорвалось. Пошли смотреть. Выяснилась простая вещь, что нужно было обновлять сначала компонент А, потом компонент Б, а в связи с тем, как написан скрипт, случилось сначала Б, а потом А. Ну, это пока проблема для нас. Пока мы, как сказать, рассчитываем на то, что люди достаточно собранные и просто помнят хорошо. Есть такой известный подход, который называется Fitch at August, то есть когда вы сначала фичу делаете, значит, сначала она выключена почти для всех, потом она включена почти для всех, потом она включена для всех. Но в нашем мире это не всегда получается делать, потому что поддерживать legacy протоколы часто дороже, чем, собственно говоря, фиксить баги, которые возникают по ходу, потому что такие баги, они обычно возникают так, либо оно сразу взлетело и работает, либо оно сразу развалилось, и можно быстро починить или, по крайней мере, отключить что-нибудь. Ну, или вернуться к артефакту, который был перед этим. И, собственно говоря, вторая, то есть последняя вещь, к которой мы все идем-идем, значит, это end-to-end тесты. То есть вот эти 30 сервисов, там куча всего, начиная там, не знаю, подпишись на данные, отпишись на данные, заканчивая там сложными бизнес-процессами, там человек выполнил заявку, и поэтому ему должны сгенерировать отчеты, поэтому ему должны начислить деньги, и поэтому он выведет деньги. Ну, что-нибудь такое вот. Эта вся история как бы должна быть по-хорошему автоматизируема, и мы работаем над тем, чтобы ее автоматизировать. Но пока еще не там. Сейчас у нас end-to-end тестов получается примерно 600 штук. Ну, то есть вот 600 примерно сценариев, примерно того вида, о котором я говорю. Ну, это пока покрывает, я бы сказал, что, ну, наверное, процентов 20 всей функциональности, которая у нас есть внутри систем, с которыми могут пользоваться обычные люди. Я не говорю сейчас о функциях, которые могут пользоваться админы, всяческие наши сотрудники типа маркетинга, и вот люди, которые не совсем пользователи, которые, в принципе, иногда готовы потерпеть, если их предупредить о том, что, ну, вы знаете, ребята, как бы оно сейчас вот там не очень всегда работает, иногда вот надо какие-то воркараунда делать. Собственно говоря, что? Какие выводы мы сделали из этого, я сделал из этого, из этой всей истории? Ну, во-первых, первая вещь довольно неочевидная, с которой часто люди спорят, что я считаю, что всякие тдд истории, то есть тесты надо писать заранее, даже если вы пишете прототип. Пишите тесты, иначе потом будет дороже. Нам получилось так, что часто рефакторинг вышел в два с половиной раза дороже, чем мы бы написали с ноля. Риск. Да, значит, соответственно, с мониторингом та же самая история. Это, в общем-то, такая минимальная осенизация, которую лучше делать сразу. Благо, что для большинства систем, которые сейчас рождаются в реальном мире, да, такие вещи, как простейший мониторинг, вы можете породить там средствами, которые там доступны, не знаю, за 5 долларов в месяц или вообще бесплатно, и они очень помогают в эксплуатации систем, когда она вот становится более-менее живой. Значит, про доставку и про установку систем тоже я бы предложил думать заранее. Тем более, что в том мире, который мы имеем сейчас, почти для всех платформ, уже что-то вроде стандартных решений есть. Когда мы начинали Никого Нугета, оно просто не было в природе. Сейчас он есть, вы можете использовать, да, там. Не знаю, раньше не было там возможности использовать там какой-нибудь Nexus, который там хранит в себе 20 видов артефактов, как бы, и там от докера до NPM. Ну, тогда не было, сейчас есть, как бы, слава богу, можно пользоваться. Значит, хранение артефактов, опять же, как показала практика, это суперважная вещь, потому что если их не хранить, то потом ответить на вопрос, а что у нас там было на прозе неделю назад, даже для маленьких проектов становится большой проблемой. И у вас накопится технический долг, причем копится он очень страшно и незаметно. Вы заглядываете к себе в трекер, видите, ага, вот тут вот бага, была месяц назад, ага, там клиент пострадал, но мы ничего не можем помочь, потому что мы даже не можем, ну, вот знаете, что это было. Надо сказать, ничего нет, даже костных признаков, типа, какие версии у вас стояли. Ну и, собственно говоря, последняя вещь, наверное, о которой стоит сказать, что обычно, когда вот люди рассказывают про DevOps, о том, что они там чего-то куда-то, значит, автоматизируют, как-то там, что-то вовлекают в эту разработку, то обычно говорят, что вот там Linux, 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 там все там нормально, как бы там куча UPS, так вот, для Windows это все тоже работает. И тот факт, что оно работает, ну, как бы мы проверяли, да, у нас, наверное, немного специфичные условия, немного не такие, как у многих других, кто работает с Windows, но тем не менее, опять же, с этим можно, так сказать, можно и, на мой взгляд, нужно экспериментировать, там, что бы ни говорили люди, которые происходят из традиционного мира Windows-администрирования, где все любят там пойти там в мюшечках потыкать, там еще что-то такое поделать странное. Вот. Ну что ж, на этом я закончил. Спасибо. Вопросы? Отлично. Первый вопрос. Дмитрий Сиридов, M-Video. Александр, во-первых, спасибо за доклад, было интересно послушать. Вопрос такой. А используют ли версионные сервисы? Если используют, то каким образом? Как вы их храните, изменения документируете? Значит, мы используем версионные сервисы следующим образом. Да, у нас есть версионность. Версионность по большей части SimWare, и там, где можно SimWare контролировать автоматическим контролером автоматически, в нашем случае это Java и JavaScript. Значит, соответственно, версионность хранится следующим образом. Каждый раз, когда у вас собирается какой-нибудь артефакт на Continuous Integration, соответственно, в GT ставится меточка, и артефакт заканчивается в репозитории и хранится там условно вечно. И поэтому, соответственно, вы в принципе даже от девелоперских веток и девелоперских артефактов можно доставать с довольно большой глубиной и уточнять там такие вещи в общем без проблем. это, ну, как бы, вот. Хорошо, спасибо. Олег, я здесь, с другой стороны. Да, спасибо за доклад. Вопрос такой. Ты рассказывал, что любую версию у вас можно откатить назад, да? После того, как вы ее накатили. Вопрос на самом деле про базу данных. То есть есть ли у вас база данных, и как решается вопрос с откатыванием ее на предыдущую версию? У нас для всех тех артефактов, которые используют базы данных, миграции встроены в артефакт, и, соответственно, миграции умеют накатывать вперед, откатывать назад. Ага, в обе стороны. Да, если миграция предполагает, что мы накатывая вперед что-то очень серьезно меняем в структуре, то мы специально так проектируем базу, чтобы мы оставляли вот себе что-то, что позволит потом откатить. Понятно, спасибо. Это избыточно порождает, что как бы об этом тоже надо понимать. Здравствуйте, я здесь. Очень интересно, какие технологии вы используете в автотестировании? Вот вы уже называли Ansible. Ну, какие еще? Ну, Ansible это все-таки не совсем тестирование, это скорее развертывание. Значит, что у нас используют для тестирования, могу рассказать. Значит, если мы говорим про юнит-тестирование, то оно, понятно, делается на, соответственно, G-unity для Java, на X-unity для .NET. Если мы говорим про NTN-тестирование, когда мы рассматриваем компоненты как черный ящик, то почти все тесты у нас написаны на такой штуке, называется она Spock. Это такой фреймворк для языка Groovy. Почему для Groovy? Ну, потому что нам показалось, что это самый эффективный способ писать DSL. Например, даже Selenium-тесты, когда они были завернуты в Spock и завернуты в специальную штучку под названием GOP, они очень красиво выглядят. То есть, грубо говоря, у нас там большинство N2N-тестов, ну, которые, например, типичный N2N-тест. Зайти на сайт, зарегистрировать пользователя, зайти в личный кабинет, принять пользовательское соглашение, увидеть информацию о том, что добро пожаловать пользователю, вот тут вы можете что-то пополнить. Вот эта вот история, она вот примерно столько строчек занимает. И это очень удобно, потому что все наши ребята, которые занимаются тестированием, они изначально приходили из мира, где принято автоматизировать на питоне. Взяли груви, мы им чуть-чуть помогли с DSL-ем. Сейчас они очень эффективно это дело пишут, совершенно не вникая в детали. Они могут писать очень сложный тест для ростовых онпоинтов. И опять же, для тестировщика это все выглядит, ну, как вот, такое очень простое программирование, как вот, так сказать, на очень простом языке. Еще короткий вопрос. Какой фреймворк вы используете для запуска автотестов, как на миндовых машинах, так и на линдовых машинах. Значит, для того и для другого используются, собственно говоря, ну, как бы споковские тесты превращаются в тесты для G-Unit и на джава-машине, соответственно, запускаются, генерируют отчет, который кладется в CI и красиво, значит, красивые таблички, там, рассылки, имейлов и вот это все. Спасибо за доклад. Меня зовут Сергей, я из Skypark SDM компании. Вопрос такой. Вы, в первую очередь, задели вопрос с системой управления конфигурацией, в частности, Ansible, и говорили, что у вас только один плейбук, а вы не раскатываете с помощью нее настройку самой системы, ну, то есть автоматизация самой системы, а тогда вопрос по поводу того админа, который что-то пропустил в Windows и сервер взломали. Автоматизации винды, то есть раскатки всего на винду нету? Есть. Это был один из последних хостов, который когда-то давно был раскачан руками. Ну, понятно. И второй вопрос. Вы говорите, то есть весь доклад о гетерогенной среде. У вас в докладе фигурируют два приложения, виндовое и линксовое. Ну, это система приложения. Ну, я понимаю. Я говорю про то, что это как бы независимые системы сами по себе, или это… Еще как зависимые. А, то есть независимые. То есть у них получается некий фронт, с которым работают клиенты. Они на разных системах. А бэк получается, он один тот же. Смотрите. Для… С точки зрения фронтенда, вот вся вот эта вот совокупность софта, это, грубо говоря, пяток веб-интерфейсов и один десктопный интерфейс. Но пользователи не знают о том, что там, что происходит внутри, потому что для них это там, ну, просто сайтик, он там зашел, залогинится в личный кабинет и пользуется им. Или там, не знаю, поставил себе десктопную программку, ввел свой логин-пароль, и вот у него там торговый… его торговый интерфейс. То есть это клиентская часть получается? Да, и то, и другая клиентская часть. А в чем гетерогенность, в смысле серверной составляющей? Ну, вот потому что, смотрите, для того, чтобы, например, человек увидел у себя терминал, да, и, так сказать, данные с биржи полились, да, он технически законнектится с системами и на Linux, и на Windows, как бы там разные запросы туда пойдут, и вся эта история, она является как бы связанной. То есть как бы мы не можем взять и погасить всю Java, как бы искать, ну, типа, давай, или там весь dotnet, ну, потому что они вот так вот устроены. А, но это особенность просто самой системы в целом. Ну, это как бы, да, мы ее, грубо говоря, так написали, то есть понятно, что технически можно было взять все что угодно, хоть Erlang, но, как-то, так сказать, в силу того, как мы проектировали, как мы использовали сторонние компоненты, получилось, что вот эта гетерогенность, она как бы заложена в архитектуре системы, и она не устраняема эффективно. Ну, я понял, это был вопрос в сторону микросервисов, то есть в модные меньшее направление собственно микросервисов мы немножко отрываемся от сути, где это бежит, и оперируем типа высокоуровнями, абстракциями. Да, ровно, ровно. Мы, собственно говоря, исходили из ровно этих соображений. То есть микросервисы у нас родились не потому, что это модно, более того, они там у нас родились, не знаю, 4 года назад, начали первые рождаться, а как бы сказать, тогда про микросервис никто даже слыхом не слыхивал. Просто мы исходили из соображений, что у нас есть разные компоненты, они выполняют разные роли, и вообще говоря, лучше их вместе не смешивать, потому что если мы их смешиваем вместе, то у нас начинаются разные неприятные аберрации. А почему? Ну, очень просто. Смотрите. Есть, ну, как бы сказать, есть такое известное разделение на PET и CATL. Значит, когда у нас есть, ну, чуть-чуть скажу, значит, CATL — это такие системы, которых может быть много, и если половина из них сдохнет, то и ничего страшного. Ну, то есть, CATL. Да, и есть PET. Это такие системы, которые очень критичны к умиранию. Если они умирают, то всем пользователям сразу становится больно. Вот у нас есть как бы разделение такое. То есть у нас часть наших сервисов, как если они помирают или масштабируются, ну, масштабируются пользователям, становится лучше. Если они помирают половину, пользователь, скорее всего, даже не заметит. А есть PET, которые нельзя убивать просто так, потому что там, ну, пользователь начнет страдать от этого. Как минимум это разделение. Мы не хотим иметь в одном наимспейсе одного процесса, то, что может потенциально как бы быть очень критичным, и то, что, в общем-то, не критично. Разделяем. Но здесь же мы, получается, отслеживаем на уровне самого приложения и сервисов, которые следят за работой приложения. То есть, грубо говоря, у нас есть в рамках одного наимспейса, как раз там базы данных, например, да, они у нас как-то реплицируются, и над ними есть мониторинг, который следит, чтобы всегда работало, например, там, три реплики базы данных. Их больше, например, их там восемь. То есть, они синхронизируются, все хорошо. И есть некие стейтлес-приложения, которые постоянно общаются с BD, их энное количество, но нам, в принципе, пофигу, сколько их. Я имею в виду, что в целом мы же, получается, создаем в рамках одного наимспейса разнородные сервисы. У каждого есть своя метрика важности. Ну, это понятно. Но, с другой стороны, за работой этих сервисов у нас есть некая, еще над ними некая обертка, которая следит, чтобы это количество сервисов поддерживалось. Я имею в виду, что, например, как взять какой-нибудь модный кубернетес, там у нас есть конкретно метрика. Нам нужно, чтобы работало столько контейнеров вот такого сервиса. А здесь вот как следите за вот этим вот? То есть это вручную или у вас есть какая-то вот именно такая обертка? В настоящий момент по большей своей части мы следим вручную. И это связано с тем, что, ну, как сказать, у нас примерно половина наших сервисов это пэты. Их нельзя просто так размножать, их нельзя просто так клонировать, и они, вообще говоря, весьма себе stateful. Ну, то есть настолько stateful, что, ну, так сказать, чтобы далеко за примерами не ходить. Да, есть, например, компонент, который отвечает за контроль рисков. Он устроен таким образом, что он должен работать очень-очень быстро. Там никакой базы данных не может быть в принципе, там все должно быть в памяти. Как бы. И этого чего-то, что должно быть в памяти, ну, иногда бывают единицы гигабайт. Довольно много. Да, если у нас, соответственно, случается какое-нибудь там что-то, что обваливает приложение, то как бы восстановление этого приложения заново, оно там занимает единицы минут иногда. Ну, просто потому что нужно вот этот весь state построить, там, так сказать, убедиться, что ничего не потерялось, и так далее, и так далее. Ну, мы не можем так делать. Я понял, хорошо. То есть, ну, опять же, особенности. Хорошо, и последний вопрос. Я извиняюсь. Последний вопрос, вот все. Так последний вопрос, другие люди не смогут задать вопрос. Ладно, хорошо. Итак, реально, последний вопрос остался. Последний вопрос остался. Ребят, кто хочет задать последний вопрос? Так отдайте тогда микрофон человеку. Ну, у нас осталась реально одна минута. Давайте, у нас просто нет перерыва между следующим докладом. Я предлагаю закончить на этом. Давайте поблагодарим докладчика. Спасибо.